Здравствуйте, дорогие наши коллеги и друзья! Студия Александр, вы смотрите канал Давай Запишем. Вашему вниманию очередное видео, которое мы посвящаем наушникам. И сегодня это будут студийные наушники закрытого типа Proil Acon H1000. Начинаем! Вы наверняка уже видели наши обзоры на наушники Acon. Это модели H200 и H800. И уже имеете некое представление об этом производителе. Тем более, что в тех самых видео вы смогли и послушать, как играют эти наушники, и посмотреть на картинки графики с измерениями, которые нам любезно предоставляют наши партнеры из компании Reference Audio Analyzer. Ребята большие молодцы, делают очень интересную работу. Впрочем, заходите на их сайт, сами все увидите. Ссылка будет в описании. Ну а сегодня у нас еще одна модель от Acon, тысячная. Она, в отличие от предыдущих, несколько выбивается из определения бюджетной, и на сегодняшний день имеет стоимость около 9000 рублей. Тогда как двухсотые стоят в районе трешки, в восьмисотые чуть больше 5000. Да, здесь надо сказать, что наушников Acon мы пока больше снимать не будем, поскольку на данный момент это всё, что у них есть. Смотрите сами. Есть модель диджейская, есть мультимедиа, но нас с вами больше интересует всё то, что относится к студийной технике. Правда? Ну вот и замечательно. Итак, почему же мы дороже в три раза двухсотых и более чем в полтора в восьмисотых? Ну, во-первых, даже просто взяв их в руки, ты понимаешь, что это не какая-то просто игрушка, а уже вещь серьезная. Всё сделано аккуратно и основательно, амбушюры мягкие и удобные. Во-вторых, модель имеет два трехметровых сменных кабеля прямой и витой, а это как-никак забота о пользователе и о его удобстве при работе. И в-третьих, товарищи, их звучание. Вот редко берешь на себя смелость говорить подобные вещи. Обычно право резюмировать стараешься оставлять за зрителем. Вы наверняка это заметили по обзорам тех же мониторов или какой-то другой техники. И всё потому, что у каждого есть свои мнения, свои предпочтения и вкусы. И вот чтобы не порождать массу всяческих споров, свои впечатления мы стараемся оставлять при себе. И вот как раз-таки тот самый случай, исключение, когда я не побоюсь во всеуслышание заявить. Наушники играют просто отлично. Звук компактный, собранный, частотка приятная, особенно это оценят любители насыщенного низа. И что касается громкости, то её хватит всем и вполне. Добавлять ничего не буду, надеюсь, вы сами оцените всё это по нашему тесту и заключительной части, где увидите графики измерений. Но порядка ради озвучу основные цифры, заявленные производителем. Итак, частотный диапазон 10-30000, сопротивление 32 Ома, максимальная выходная мощность 1800 милливатт, вес наушников 305 граммов. Ну и все прелести музыки в наши уши доставляют два 50-миллиметровых неодимовых драйвера. Друзья, на этом всё. Давайте сосредоточимся и внимательно послушаем, как играют эти наушники. К сожалению, вам не удастся получить картинку один в один, но основное и принципиально важное, я думаю, вы услышите. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как обычно, у нас будет три основных графика, которые расскажут вам обо всех самых важных характеристиках. И первая картинка это чувствительность. Замеры показали, что она здесь около 114 дБ, и это вполне хороший показатель в плане громкости, то есть её будет достаточно. И если посмотреть на подобные модели закрытого типа, их здесь 52 штуки, имеющие сопротивление от 30 до 40 Ом, то можно заметить, что H1000 находятся, так сказать, в сильнейшей половине. Что касается сопротивления, то производитель указывает 32 Ома, измерения показали 36,6. То есть 4,6 Ома забрал на себя кабель с разъёмом, что совершенно естественно, и стало быть, с этим параметром всё в порядке. Ну и наконец, всеми любимая АЧХ. Ну что ж, на наш взгляд, видимые и слышимые идентично. Низ действительно здесь играет плотно, насыщенно и при этом мягко. Середина ровная и спокойная. И скачок на 6000 вверху даёт звуку прозрачность и лёгкость, не вызывая никаких неприятных ощущений. В итоге, кратко резюмируя, можно сказать только то, что уже было сказано до тестовой части. Наушники действительно играют очень достойно и готовы составить абсолютную конкуренцию своим собратьям, которые могут иметь цену в полтора или даже в два раза выше. И если прозвучит вопрос, посоветуйте что-то хорошее до десятки, то рекомендация будет однозначная, и за это стыдно не будет. Вот и всё на сегодня. Пишите, если появились вопросы или пожелания, пишите, что хотели бы увидеть и услышать ещё. Будем стараться для вас это сделать. И не забудьте посетить сайт наших друзей, которые нам очень помогают с измерениями, графиками и выводами. Повторюсь, у них вы найдёте очень много того, о чём раньше, возможно, и не думали, и не знали. Всем удачи и до встречи! И вот, наконец, у нас тысячные Эйконы. Такие вот они интересные. Провод у нас отстёгивается. Амбушюрочки совсем у нас мягкие. Можно и так, и сяк. И до т protection и так, и так, и alors что-то общione.